Детям участников специальной военной операции от полутора до семи лет предоставляется вне очереди места в муниципальных детских садах, либо ежемесячная компенсация 6,5 тысяч рублей на ребенка. Для учеников с 5 по 11 класса бесплатное школьное питание, школьная продленка также бесплатно и вне очереди. Студенты колледжей и техникумов, в том числе заочники, будут получать от края стипендию 2000 рублей. Обучение в кадетских училищах и мариинских гимназиях бесплатно. Участники военной операции и члены их семей освобождаются от транспортного налога. 5 тысяч рублей на человека и единовременные выплаты дополнительно к остальным пособиям. Семьям не будут начислять штрафы за неуплату или просрочку коммунальных платежей и оплату капремонта. Первоочередное направление нуждающихся в стационары социального обслуживания, например, дома-интернаты для инвалидов и пожилых людей. Бесплатное посещение музеев, спортзалов, клубов, находящихся в ведении края. А также свободный вход на кинопоказы и концерты, организованные региональным Минкультом. Отсрочка уплаты от аренды имущества, находящегося в госсобственности, и расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций. Отсрочка по микрозаймам, который выдал Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания. Бесплатная юридическая помощь в этом же центре. Можно изменить сроки использования грантов, отчетности по их исполнению. Также власти не будут штрафовать за нарушение условий их использования, если это связано с мобилизацией. Подробную информацию о поддержке для военнослужащих и их семей можно найти на странице новости Прима ВКонтакте.